Ордер оф вор По сравнению с прошлой игрой Операции Багратион, что существенно нового появилось именно по геймплею? Не по графике, не по технической стороне вопроса, не по оптимизации, а по игровому процессу как таковому? Мы сильно работали над кинематографичностью нашей игры. Это касается и нашей пресловутой фичи Cinematic Camera и постановки межмиссионных роликов, постановки роликов внутри межмиссионных. Была проведена очень серьезная работа. У нас есть специально обученные люди, которые именно занимаются тем, что снимают ролики для игры, для того, чтобы игрок чувствовал себя вовлеченным, для того, чтобы игрок чувствовал себя в кино. Это очень серьезное визуальное отличие. Кроме того, у нас сильно сменился театр военных действий. Это наложило определенный отпечаток на наши карты, схемы, на наш геймплей, потому что появились новые юниты, которых принципиально не было в Багратионе. Я не знаю, наверное, не имеет смысла сейчас раскрывать все карты, но, тем не менее, они есть, они внесут существенный вклад в разнообразие геймплея. Все не обязательно, но какой-нибудь пример приведите, чтобы можно было понять хотя бы в какую сторону это движется, какой-нибудь показательный пример. В частности, у нас появились парашютисты. Это принципиальный новый юнит, он может весело сбрасываться американцами практически в любую часть карты, которая не защищена зенитками. Ну и, соответственно, может весьма-весьма серьезно гадить противнику. На этом построены некоторые сценарии. В мультиплеере мы ожидаем, что это будет серьезная фича. Хорошо. А вот что касается работы, собственно, с иностранным издателем, с изданием игры на запад, какой отпечаток это накладывает на геймдизайн конкретно? Ну, прежде всего, мы не можем делать скидку на то, что мы делаем проект, который сделан в СНГ. Нет, мы не делаем проект, который делан в СНГ. То есть, фактически, мы делаем проект без оглядки на то, что нам могут сделать какие-то поблажки. Это очень большая ответственность. Мы стараемся как можем. Западный издатель, в принципе, хороший. Все его знают по Final Fantasy и всем такому прочему. Это серьезные ребята, которые, опять-таки, в геймдеве давно. Да, у них не очень большой опыт в выпуске стратегий, но, тем не менее, насколько я знаю, они привлекают людей, которые были заняты на стратегических проектах, но уже в других компаниях. Создаются специальные рабочие группы по выяснению тех или иных недостатков нашей игры. Мы получаем фидбэк от этих ребят и стараемся как можем где-то что-то поправить, где-то что-то учесть. Ну, иногда спорим, потому что иногда все-таки не совсем их позиция 100% верная, но часто они дают очень хорошие советы. А вот на конкретных примерах, в какую сторону они, допустим, клонят? В чем основные расхождения у вас с ними? Ну, можно сказать, такой довольно неожиданной для нас новостью стало то, что сложные компании, сложные сценарии получили довольно высокую оценку в интересности. То есть у нас есть компании, ну, допустим, одни из первых, которые попроще, но там чуть более кинематографично все, ну, то есть больше роликов скриптовых, больше каких-то действий, которые ведут игрока за ручку. Вот, и есть сценарии, которые серьезно такие готовят игрока к мультиплееру фактически, это такой, ну, десматч с компом. Так вот, сложные сценарии получили довольно высокую оценку, вот, хотя, ну, бытует мнение о том, что, там, значит, на Западе все игроки такие сильно более казуальные. Вот, ну, это был такой неожиданный пример. А вообще много вот пришлось по сумме за время разработки поменять в угоду, как бы, вот требованиям издателя? Насколько сильно вот он вмешивается? Вы знаете, в угоду требований издателям нет, не очень много, но в угоду нашим самим, нашим внутренним требованиям мы поменяли очень много. Некоторые сценарии перерабатывались, там, по три, по четыре раза. Ни один сценарий не был готов с первого раза так вот, чтобы, типа, готов и сделан. Это касается практически всего, не только сценариев. Баланс был переделан несколько раз. Все японские ролики были переделаны тоже, ну, по несколько раз проходили стадии препродакшена, там, каких-то болваночных стадий, ну, болваночных вариантов и всего такого прочего. От издателя именно таких глобальных переделок, так что, типа, ребята, давайте сделаем все миссии заново, нет, не приходило. Возможно, потому что миссии, в общем-то, к ним попадали уже довольно-таки готовые, то есть сырых миссий мы им, в общем-то, не отправляли. Меня зовут Александр Шеляев, я директор по графике компании Wargaming.net. Какие самые главные изменения произошли с игрой? На самом деле, там довольно-таки кардинальные были изменения по графике. В отличие от операции Багратион, где там в основном были зеленые поля и белорусские деревни, то здесь уже игрок увидит конкретную там местность, причем даже с привязкой к той архитектуре и, ну, и действительно с особенностями той местности. То есть на юге Франции там вы увидите горы, где-то в середине там Франции вы увидите там Бакажи, где-то там увидите эти виноградные сады, где-то там на Амахе непосредственно там будет и прибой там, и весь тот пасмурный день там высадки. То есть каждая локация почти что сделана очень сильно отлично друг от друга, и вот это вот, это очень кардинальное отличие, то есть, ну, даже с одной стороны технологическое, с другой стороны вот чисто художественное. С нашей стороны вообще никаких проблем, все будет вовремя, все будет в руки. Понял, ну, давайте тогда посмотрим, как вы заходите в работе, чем они заняты, что они уже сделали. Давайте посмотрим. Сейчас я расскажу вам немного о техпроцессе и технологии изготовления юнитов в нашей игре. В частности, рассмотрим пример одного из танков, это американский антитанк, СПГМ-10, танк-дестройер. Весь процесс начинается с подбора референса по модели. Для примера можем посмотреть, вот, например, данный юнит в боевой обстановке. То есть, как это примерно все выглядело в те годы. Это позволяет понять, насколько юнит выглядит достоверно, то есть, потому что при учете только одних схем их недостаточно. То есть, схема представляет из себя просто обычный чертеж, но для того, чтобы доработать его и привести в соответствие той или иной модификации и конкретного года, надо, соответственно, дополнительные фотографии. После сбора референса непосредственно моделлер приступает к сборке модели. Ну, вы увидите несколько законченный вариант. Юнит СПГМ-10 выглядит вот таким образом, как готовая модель. То есть, это просто меж, набор треугольников фактически, который еще не готов для того, чтобы войти в игру. Надо нарисовать еще несколько различных карт. Это карта диффузная, попросту цвет. Вторая карта нормали, то есть, это карта, которая отвечает за отображение различных мелких деталей на модели. И карта глосса, то есть, карта блеска. То есть, с текстурой модель выглядит примерно вот таким образом. Этого недостаточно все равно, чтобы модель пошла в игру. Необходимо такое небольшое добавление, как скелет самой модели. Который просто показывает игровому движку, что и как в этой модели поворачивается или вращается. Это достаточно стандартная вещь. То есть, поворот башни, вращение колес. Так, следующий момент. Насколько мы видим, у этой модели открытая башня. То есть, подразумевается, что там есть расчет. Расчет это, собственно говоря, юнит, который должен находиться в башне. Но при этом их должно быть несколько. Это несколько разных людей, которые выполняют разные операции. В игре это выглядит примерно следующим образом. Вот у нас стоит этот юнит. То есть, мы видим, что на нем присутствует металлический блеск. Мы видим, что на нем присутствуют различные выпуклые части модели. То есть, в данном случае, заклепки, крючки и все остальное. За что отвечает карта нормальной. То есть, это готовый юнит. Фактически, мы видим внутри расчет. То есть, есть заряжающий, который снимает снаряды и заряжает пушку. Ну, при разбороте видно, что появляются эффекты, в том числе грязь. Двигаются гусеницы. Двигаются колеса. Конечно, это все достаточно в сжатом виде. Потому что везде есть свои нюансы. Меня зовут Павел Астасевич. Я арт-директор проекта Order of War. Я бы хотел, наверное, рассказать в основном о том, как создавались карты игровые. Изначально, конечно, все начинается со схем, которые нам предлагают геймдизайнеры. И показывают требования к местности, которые должны поддерживать геймплей. На этом этапе мы обсуждаем, какими визуальными средствами мы можем дополнить какую-то геймплейную составляющую. Например, там должен быть пехотный бой или городской. Естественно, там будет город. А также мы обсуждаем те зоны, которые им не важны. То есть, чем мы можем в качестве декорации дополнить. Какие-то уникальные специфические объекты и так далее. После чего создается общий скетч, который с высоты птичьего полета, из ракурса игровой камеры, именно иллюстрирует уже это, где основная задача в каждой карте создать собственное состояние, настроение, пору года отразить и время суток. И на основе этого общего скетча мы уже прорабатываем каждую зону также на уровне скетчей, которые уже переходят непосредственно мальчишкам и девчонкам в отделе картографики, которые все это реализуют, стараясь максимально точно передать вот эту задумку. Ну, естественно, проходя несколько итераций. Вот сейчас мы можем взглянуть, и Наташа покажет, как это было на примере одной из карт. Меня зовут Наталья Сидоревич, я руководитель отдела картографики на проекте Order of War. Моя роль на этом проекте – задача, чтобы карты выглядели максимально красиво. От геймдизайнеров мы получаем такое схематическое изображение, которое делается в визио. Здесь условное обозначение зон проходимости, какие-то там дороги, холмы, обрывы, где расположены окопы, город. Ну, здесь уже как бы это уже геймдизайнерское расположение, войск, какие-то там расчеты. Вот, дальше схема у нас генерится в специальной программке, такой генератор ландшафта. Вот, дальше мы делаем это, у нас на таком этапе получается болванка. Дальше у нас делаются скетчи, общий скетч карты. Из этого общего скетча выделяются зоны отдельные. Вот здесь у нас, например, появился такой небольшой костел, уникальный объект, который присутствует только на этой карте. Мы как бы смотрим карту со всех сторон и понимаем, что, например, с этой стороны у нас, и, в общем-то, и по истории, и по легенде, на самом деле, там есть город Мартейн. Вот, мы находим какую-то там примерно такую приблизительную схему этого города, смотрим, какие могут там быть исторические сооружения, которые могут красиво нам добавить вертикали. Например, у нас карта очень плоская, там недостаточно холмов. Как я говорил, хотели сделать очень разные по состоянию, по настроению, и сразу наброются действительно такие карты, благо и история подразумевает, что высадка Нормандии – это пасмурный день, ливневая, штормовая погода. Затем высадка парашютистов – это ночь. Затем шла карта, которой мы делали туман. И в итоге, смотря на этот видеоряд, на эту картинку, мы, собственно, не видели Франции. Хотелось сделать Францию настоящую, цветущую, летнюю, с постаральными мотивами. И вот именно на Мартейне постарались мы это сделать. Можно просто бесконечно садиться и рассказывать про ряд трудностей решений в каждом конкретном месте. Какие-то забавные истории, когда, например, среди полей теряется дорога, потому что человек сфокусировался и не довел, она ушла и пропала. И мы постоянно смотрим и коллективно стремимся, чтобы она была и логична, и красива. Меня зовут Александр Горох. Я в этом проекте делаю все, что касается звука, звукового оформления, кроме музыкального. Музыку мы заказываем на стороне. Вот заказали у известного композитора Джереми Соу. Например, танки мы записывали сами. Там танки и технику, которая звучит, мы там, наверное, процентов 90 записали сами. И потом уже из этого материала мы уже повставляли, поинтегрировали уже в игру. Допустим, для выстрелов у нас была куплена громадная библиотека. Но там тоже специфика именно выстрелов в том, что у нас, скажем, есть достаточно широкие возможности для игрока созданные. То есть можно как издалека камеру отодвигая, слушать игру, смотреть, играть, как и на таком ближайшем рассмотрении. То есть можно же у нас рассматривать, практически у солдата, у пехоты можно нашивки рассмотреть, что там написано у танков. То есть очень высокая детализация. Соответственно, и звук тоже. Например, когда танк стреляет прямо вот здесь вот камера, соответственно, и звук должен быть такой. Поэтому в библиотеке даже самый громадный громкий выстрел, он в игре звучит несерьезно. Поэтому мы переделали очень много экспериментов, чтобы это как-то звучало красиво и впечатляюще. Еще много было, конечно, интересных и смешных случаев, когда, допустим, тестовая озвучка какая-то. Там, например, у нас были, нужно было программистам проверить, протестить, как ведут себя самолеты. Поэтому нужно было там записать, как он просто летит. Потом как он дайвинг. И когда ассендинг, когда набирает высоту. Это все было сделано просто так. Ну, такой вот тестовый вариант. Все потом тестеры, все просто там ухахатывались. Это было очень смешно, очень классно. И, как бы, ну, это, скажем, одна из таких очень позитивных, радостных черт работы в игровой индустрии. Бывает очень, ну, так сейчас все не упомнишь, но очень много смешных таких вот вещей. Ну, и самый главный вопрос, когда? Когда? В этом году. К осени ждите? Да. К началу осени, к концу осени. Да, к началу. Как дети в школу, так и мы постараемся подтянуться. Что ж, от релиза нас отделяют уже, быть может, считанные дни. Встретимся на полях сражений 44-го года. И, разумеется, в дуэльном клубе. Только тссс, это пока секрет.